Мы вылили, можно сказать, правила Фейнмана и получили выражение. То есть правила Фейнмана найдутся для вариантов багричного элемента ФЛФИ, перехода между начальником, аппетитом и переходом, между начальником состояния ФЛФИ. Это правила Фейнмана формулируется для этого элемента. И этот багричный элемент флейфистский вариант, так правило сформулировано, через него выражается сечение и вероятность переходов, вероятность распада следующим образом. Мы тоже получили эту форму, эти формулы, но я их вам напомню. Вероятность распада. Если мы имеем одну частицу в начальном состоянии, то имеет смысл говорить о ее вероятности распада. И она выражается следующим образом через багричный элемент флейфистский вариант. Д это углевая точка, это есть энергия по модулу в квадрате, деленная на 2М. Я говорю, что мы берем эту вероятность распада времени в системе багричных частиц. И тогда энергия равна массе этой частицы. И здесь, так, 0F, будем идем на такую вершину, 0F. Это число, дифференциальное число, ну, можно сказать, число состояний начальных, до конечных частиц. По определению, 0F, это здесь 2,0F, это полный импульс 4,0F, это полный импульс 4,0F, это полный импульс на конечном состоянии. И здесь произведение по всем конечным частицам, 0F, 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 0F. Ну, это тоже энергийский, это нормальный объем, определенный объем выбран от пространства. Теперь нам понадобится и эрактность перехода в распадную единицу времени, побольше как бы. Более будет использоваться начало сечения, D7. Сечение, когда мы говорим о сечении, не очистится в начальном состоянии. И сечение пишется следующим образом. Опять это FI. Он может быть в квадрате. Здесь уже в начальном состоянии две частицы. Другой это опять же в конечном состоянии может быть сколько угодно частиц. И два зреобъема. Конечное состояние имеется не фазу, а именно основание его в конечном состоянии. Так пишется. А здесь мы должны... Как определять сечение? Вероятность времени делена на поток, на плотность потока. От плотности потока получается вот такая величина. Она подключается обычно буквой I. И по определению... Вот здесь входный квадратный. FI. 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 Справки X. О, д四к efс, яcómo я делаю. Вот такое выражение. Понятно, что легко понять в системе, где, С put FI покоиться. Это просто кое меняются. Мosed в SX FI. Поэтому, значит, здесь в общем виде произведение энергии, с учетом этой четверки, произведение удвоенных энергий и на относительную скорость частиц. Вот так и определяется истечение. Дальше, что нам еще понадобится? Мы сформулировали правила Фейнмана для случаев, когда в отсутствии внешнего поля. Но мы будем расслабивать также процессы, идущие во внешнем поле. Тогда, если у нас есть, кроме квантологического поля, есть то, какое-то внешнее поле, которое мы считаем, что оно не меняется в процессе взаимодействия. Ну, скажем, внешнее поле создаётся каким-то заряженным ядром. То есть, можно рассматривать процесс засеяния электрона на ядре, на заряженном ядре, пренебрегая воздействием вот этого ядрона на ядро. Считаем, что если у нас просто классическое, рассматриваем поле ядра как классическое поле, тогда мы должны лабережать еще, у нас лабережаное взаимодействие, лабережаное взаимодействие, это есть, какой же, минус герой, сис чертовой, от икс, а, сейчас же, тоже от икс, и здесь еще от икс, это вот лабережаное взаимодействие, поле, поля, си и а, готовые поля, но если есть еще внешнее поле, то мы должны добавить минус герой, си чертовой, от икс, а, си, а, от икс, внешнее поле, да, и на пси, естественно, просто добавляется поле, внешнее, внешнее поле, и тогда у нас, из-за того, что есть внешнее поле, появляются еще и линии внешнего поля, когда мы рисуем геограмм, все, то появляются линии внешнего поля, они изображаются, обычно, линии поля внешнего поля, они входят в какие, естественно, вершины взаимодействия, вот у нас, где есть вершины взаимодействия, есть, здесь более так, как будем изображать линии внешнего поля, появляется в правилах Фейнмана еще один элемент с внешним полем. И если здесь внешнее поле, будем считать, всегда мы будем рассматривать только внешние поля, постоянно во время, во время, постоянное, во время, и тогда, здрасьте, постоянное, во время внешних поля, тогда что у нас будет? Энергия будет сохраняться здесь, в этой вершине, ну, здесь должна быть какая-то электронная линия, в вершине, то, что в вершине будет стоять, естественно, минус линия гамма, ну, точно так же, как и для квартованного поля, вот только измерение касается вот этой вот линии внешней. и легко понять, что тогда в этой внешней линии должно сопоставляться множитель а-мин. а внешняя, здесь в вершине стоит гамма-мю, то эта гамма-мю должна сворачиваться с каким-то, ну, и так сказать, это и для занятия поля должен иметь соответствующий крючок. Какое решение сопоставляется а-мин. Вернее, не решение, а вот линия внешнего поля сопоставляется а-мю от ху, в которой есть интеграл fx, 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 fx. Повторяю, что мы работаем рассматривать поля внешние, которые от времени не зависит, зависит только от координат. И вот, значит, поэтому, ну, откуда же нужно это интегрировать? Это интегрированность. У нас же, это у нас плотность в руках, мы должны его интегрировать в полных координатах по d4x. Интеграл по нулевой компоненте дает закон сохранения энергии, поскольку это поле не зависит от времени. А вот интеграл fx и fx подводит на момент ху. Вот так изменяется еще… дополняют, не изменяются, так дополняются, в правилах именно которые мы могли являться, в том случае, когда у нас здесь еще и внешний аминетромагнитное поле. Все. Ну, все или совсем все, потому что в этом случае меняется и выражение для сечения. Когда мы говорим о внешнем поле, мы можем рассматривать растение во внешнем поле и сечение этого растения. Ну и тогда в чем же будет изменение. Изменение будет вот в чем значит. У нас здесь дырой при наличии внешнего поля оно переходит вернее так. Вот это вот уже у нас ясно что. Здесь у нас раньше был закон сохранения четырехмертного импульса. Ну, теперь внешнее поле может принимать и передавать импульс, но не инергию. Значит, закон сохранения импульса уже не будет и его личина переходит в естественное внешнее поле два пи на эту функцию от уже одномерного на эту функцию от по на эту функцию не появилось заодно. Ну, по этой функции я, на самом деле, у нас мы будем рассматривать случай только тогда, когда в начале одна частица это ее импульс. А в конце, может быть, сколько угодно частиц может рождаться. Вот что изменится. и, конечно, здесь вот этот множитель 4 он тоже изменится, но он перейдет во что? Он перейдет в 2 пепсилум и это вот пэйт, это 0 и все равно что это это энергия, да? И на скорость частицы ну, можно просто сказать, что они перейдут в 2 пэйт пито полотно. Вот такие изменения будут в случае, когда у нас есть внешнее поле. Все, теперь правила заканулированы, стечение можно вычислять, но надо еще разобраться с полиционными состояниями. В общем-то, большую часть мы будем рассматривать сечение процессов для неполяризованных частиц. То есть, что это значит? Начальные частицы предполагаются неполяризованными, то есть это не есть. Вы понимаете, что частицы за спину одна-вторая сквозь, да? она обязательно, вот если это чистое состояние, то она обладает какой-то полиционизацией. Спин куда-то направлен. Спин имеет, я же говорю, это вектор спина, то он по-моему, по 0-разному 1-ки 1-ки и имеет определенное направление, где частица спина в 1-2. Но на самом деле, когда мы говорим об эксперименте, то начальное состояние не представляет из себя чистое состояние. Это смесь. Смесь состояний. Ну, в пучке, в электронном пучке, скажем так, я же не буду рассматривать непривысительность установления в электронных пучках, у нас есть много электронов, и у каждого из них есть свое поляризационное состояние. Ну, и если мы будем говорить о поляризации пучка, то поляризация, в принципе, может существовать поляризация, за какие-то она существует, обязательно существует. Вот, Елизавета Викторовна, что-ли, появилась у вас. Да? Как Елизавета Викторовна, правильно. Ну, как-то бы надо приходить пораньше, да? Вы можете это делать? Очень благодарен, очень благодарен. Вы пытаетесь. Ладно. Вот. Значит, может быть, начальное состояние, может быть, мы можем рассматривать с какой-то поляризацией, а можно считать, что мы не делаем с непривызованным начальным состоянием. То есть, это есть смесь какая-то, смесь. Но, я еще раз говорю, что обычно мы будем рассматривать непривызов в случае отсутствия поляризации. Причем, начальные точки не поляризованы. А что касается конечных частиц, то мы будем проводить суммирование по поляризации. Ну, опять же, это что-то означает, что детекер, который регистрирует конечные частицы, он не чувствителен в поляризации. Любые поляризации фиксируются. Любые поляризации с одинаковыми, а не на другом образом. Но, в принципе, нам надо уметь работать и с поляризационными состояниями. Ну, например, когда у нас начальное состояние поляризовано, начальные пучки поляризованы. Нам надо уметь работать и с такими пучками. И в конце мы можем задать вопрос, а какова же поляризация конечных частиц? Ну, мы можем и можем смотреть вероятность регистрации и сечения рождения конечных частиц сопротивленной поляризации. Поэтому мы должны, значит, научиться работать с поляризационными состояниями. Я думаю, что многое вам уже Валерий Георгиевич рассказывал про поляризационное состояние электронов, то есть электронов и патронов. Ну, я все-таки напомню вам. Значит, как вы уже говорили. Электроны описываются, ну, для электронов. Электронов в начальном состоянии сопоставляются по правилам Феймана У от П. Вообще говоря, надо писать крыльник. Не только от П, а вектор Ц. Это вектор спины электронов. Или, естественно, я написать. В общем, это как... Обычно это не бишется, да? Умалчивается. Вот это спиновая волновая функция начального электрона. Мы ее берем в таком виде. Орень из эпсилон П плюс М. Ясно, что номеровка, она... Выбор номеровки нет, это дело условное. Мы вот такую номеровку используем. Здесь Фи стоит, Фи от Зета. А здесь стоит сигма П. Это мы уже писали. Переизнаем, что он в Пуц. И здесь Фи от того же самого Зета. Зета – это вектор поляризации. Он определяется таким образом, что Фи на Фи треск. Понятно, что это... Ну ладно. Азета. Азета. Сейчас этот... Этот... Фи и Фи для электрона поляризации здесь. Это матрица, да? Потому что мы так представляем себе, что Фи – это у нас столбец, да? А Фи-клес – это строка, да? Конечно. Смешный... Строка на столбец – это число. Столбец на строку. Столбец на строку – это матрица. Эта матрица, естественно, двойная, но она выкисывается через матрицы, единичную матрицу. И она может быть... У нас единичная матрица и символа матрица. Матрица с парами образует полный набор. И легко все равно здесь. Я же у нас поляризация. Эта поляризация Зета, туда-давна, это... Значит, и крест – вот чему равно. Да? Вот чему равно. Теперь о новых. Когда мы рассматриваем амплитуды или матрица-элемента, вот МФИ, то в МФИ что у нас входит? У нас в МФИ входит... Если у нас есть какая-то электронная линия... Вот здесь к ней прицепляются какие-то фотонные линии. Но электронная линия, она непрерывно, что-то отличает Сатаню Гизариана. И вот, значит, у нас, значит, стоит в матричном элементе, стоит какой-то ущербной от Проштрих, да? От Проштрих... Я не знаю, Цэтоштрих... Здесь какая-то матрица... Какая-то матрица... Ну, это Е... То мы должны это квадрировать... И как же мы это квадрировать... Умножаем на... Хотя... Умножаем на... Сопряжённое... Но... Эээ... Здесь, вообще-то, число, да? Это, значит, столбец, это... Квардон строка, это матрица, это... Столбец, это, вообще-то, число... Ну, мы просто можем брать сопряжение... Но удобнее брать Эрмитовское сопряжение, умножать... Вот эту величину на Эрмитовское сопряжённое... А Эрмитовское сопряжённое будет... Тогда, опуская вот эти индексы У... Эрмитовское сопряжённое... Величина будет У... То есть, умножим... Вот здесь умножим... Затрём... И умножим на У крест... На Крест... И на У... С чертой... Крест... А что такое с чертой? У с чертой это У на гамма-ноль... Значит, будет здесь гамма-ноль... На... У... У штрих... У штрих... Вместо того, чтобы... Писать аргументы, я буду писать просто У штрих... Это У... А это У штрих... Когда умножу сюда на гамма-ноль... И на гамма-ноль... И получу, что это у меня равно... У с чертой... На... Гамма-ноль... На... Гамма-ноль... На крест... А крест я написал, я написал... На гамма-ноль... И на... У штрих... У штрих... У... А дальше здесь У штрих с чертой... А дальше стоит А... А дальше стоит У... Правильно... Ну, что это такое? Это есть шпур или трейзь... Что это Вы предпочитаете? Это есть шпур... Вот такое выражение... А с чертой... Обзову вот эту... Вот эту величину я обзову а с чертой. А с чертой. По-определению, там есть а с чертой. Значит а с чертой. А здесь стоит. Вот эту величину... Эта величину я обзову... У штрих на У штрих на У штрих на У штрих А это значит, что У на У штрих, это зовут РО Тогда будешь У А штрих на У штрих на РО Вот такое выражение То есть вычтение сводится к квадратному атероскому элементу, сводится к вычтению следов от каких-то выражений, состоящих из гамма матрицы Потому что вот эти выражения по определению содержатся, состоят из гамма матрицы Причем легко понять, как получается А с чертой из А А если это произведение каких-то гамма матрицы, то как получается А с чертой? Вы можете воспользоваться вот таким соотношением, что гамма ноль на гамма ню пресс на гамма ноль равно гамма ню Вот есть такое соотношение, которое, в общем-то, оно во всех представлениях справедливо, не только в стандартном представлении гамма матрицы Почему это так? Потому что, значит, ну давайте в стандартном представлении посмотрим Когда гамма ноль, гамма ноль это ирмитовская матрица, мы собираемся с собой и здесь не капутируем Для гамма ноль это значит что-то произвести справедливо А гамма ноль это, как стандартное представление, пространственные гамма матрицы, они антирмитовские, антирмитовские матрицы, да? Как вы помните? Что такое гамма ноль? Это ноль, сиба ноль минус сиба ноль Сиба ноль, сиба ноль ирмитовские, значит, гамма и гамма ноль, антирмитовские Вот, а тирмитовские из гамма ноль антирмитовские Поэтому вот это вот произведение соотношения И, когда А с четой, это есть просто А А вот с изменённым порядком гамма матрицы, и всё А с четой состоится из тех же гамма матриц, то есть обратный порядок гамма матриц, то проводим с А Ну, дальше нам осталось понять, что такое Ро и Ро-штринь Вот нетрудно сообразить, нетрудно получить отсюда, да? Нетрудно получить, и нетрудно получить Так, это нам пока не понадобится И что же мы получим? Как можно получить? Ну, можно по-разному получить Что такое, ещё раз повторяю, Ро, я вам скажу, Ро, это от П, Н и З Что это такое? Это есть У от П, З, на выночную долю от П, З, да? Ну, а Ро-штринь, соответственно, от точных рецептов Какое? Как это можно получить? Можно так сделать Взять в системе покоя, да? В системе покоя вычислить А потом, ну, знаем преобразование, ловится, глядно, У Потом перейдем в любую систему А можно их просто так считать Понятно, что всё это должно выражаться через гамма матрицы Ну, через гамма матрицы, но не только 4 гамма матрицы Вообще говоря, вы знаете, что есть полный набор гамма матрицы В пространстве матрицы 2 гамма точно так же выходит полный набор в пространстве матрицы 4х4 Ну, этот полный набор вообще-то состоит Вы понимаете, что есть полный набор, да? Куда же? Сколько должно матриц быть в полном наборе? 7, 16 Ну, 4-х не хватает Ну, конечно, есть полный набор входит единильская матрица, конечно Входит матрица гамма-2 Входит матрица гамма-5 Вот, важная матрица гамма-5 Так вот, гамма-5 Давайте, вот, определим матрица гамма-5 Которую гамма-5 Это есть Мы не будем для неё отличать верхнюю нежность Пусть эта вот матрица гамма-5 Это есть И Гамма-0 Гамма-1 Гамма-2 Гамма-3 Вот какая матрица гамма-5 Да? Так Здесь я должен сказать, что вот К сожалению, есть такое Разногласие В определении гамма-5 Раз гамма-5 Используется раз определение Вот в particle это определение А то определение, которое есть в particle data room Есть такая фишечка, знаете, это Такая Маленькая У тебя это Не менее А скажем В книжке Перестетского решения Педаевского Квангелесского знания Да? Там другое определение С обратным знаком Вот вы Когда работаете с нам Вот эти Должны иметь это в виду Что у разных авторов Продолжение Так вот, если Так вот определим То в стандартном представлении Это Вот такой Едничная матрица Едничная матрица Едничная матрица Ноль Вот такой гамма-5 В стандартном представлении Он разделен И поэтому Это группа Вот Так вот Это важная матрица Гамма-5 Она Играет На свою роль И Ладно Не будем на этом Останавливаться Дальше Есть матрица Гамма-μ Гамма-μ Гамма-5 Да? И дальше Есть матрица Сигма-μ Которая есть Ну так Мы определим Адам Это если Гамма-μ Гаммоню коммутатора, ну, с пополам, скажем. Еще. Иногда будет И, а иногда И не будет. В общем, это вопрос определения. Вот эти ватрицы образуют полный набор. Да. И по ним можно любую матрицу разложить. Но, к счастью, для вот этой вот, для вот этой личины, для поливисонной, вот эта личина называется поливисонной матрицей плотности. Вообще говоря, ну матрицей плотности, это общее название. Ладно. Если мы даем одну частицу, чистое состояние, которое описывается просто У, то, конечно, цета есть, цета, по-моему, есть единица, значит. Ну, мы можем описывать это еще такой же матрицей плотности и нечистое состояние. Ну, тогда это будет, берем, тогда мы должны ввести некое усреднение. У нас не одна частица в пучке, скажем, несколько частиц, много частиц. И мы должны усреднять по пучке. Но это обычное усреднение, уже не два механических обычного усреднения. Да. Так. Ну, в этом случае тогда цета будет, по-моему, не единиться. Ну, вот, это будет через... Значит так. Давайте. Для чистого состояния напишем, что это такое. Это будет P сожляткой усердки. Пополам. Пополам. А, надежда какая. Ну, ладно. А здесь стоит единица плюс Яну 5. И, как это пишут? Как тоже некто пишут? Пам! Хорошо. Пам! Пополам. Пополам. Да. А что такое P? Так. Здесь множители. Не помню. Не помню. Ну, думаю, что P со шляпой. Ага. Ну, сейчас сообразим множители тоже. Неужели мы множители не найдем? Найдем. Так. Значит. Найдем. Да. Вот. Теперь. Что такое A со шляпой? А со шляпой. Ну, шляпа означает просто смертка некого вектора с гаммомиумом, конечно. Значит, нам надо будет вектор Амюм. А что такое Амюм вектор? А это... Он, конечно, должен выражаться через z. Через z. И выражается он таким образом. А ноль равно... И, конечно, он должен быть в стране. А ноль равно P на z делить на V. А вектор, равно z, плюс V, на Vz, Vz, будет на n, на x он, плюс m. А вектор, это он P. А вектор, по определению, это есть корень квадрат, из b квадрата, плюс m квадрат. Да? Вот так выражается вектор А. Четырехкведренный вектор А. Значит... Теперь... Я хотел вам... Да... Ясно, что, если чистые состояния, я говорю, то c-то у нас... Это есть вектор, по-моему, равной единицы. Это вектор для чистого состояния. Спин куда-то направлен. Так вот, этот z показывает нам, куда направлен этот спин. А если у нас нечистая состояная смесь, то мы должны провести усреднение по куче. Усреднение по состояниям с разными z. И, вообще, z, по-моему, только тогда меньше единицы. Меньше и равно. Ну, если бы все частицы в пучке одинаково полилизованы, то, когда z по-моему, и остается единица, или, по-моему, полилизованы, то z меньше единицы. Или ноль. В случае, когда у нас полилизации нет, то в пучке нет полилизации, то z должно быть равнодушным. Это равнодушным означает отсутствие полилизации в пучке. Вот так. Теперь, я говорил, как бы это проверить-то. 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 М-м-м. Множить. Ну, как? Ну, давай посмотрим, проверим. А возьмем шпур. Шпур. Что мы должны поставить? Да, кстати, я же возьму шпур. Это для выражения. Да? То тогда мы возьмем шпур. Теперь, что у нас? Гамма-5 содержит 4 гамма-матрицы. Понятно, что, когда берем шпур, то это вылетает. И, значит, и шпур берем, это вылетает. И, аж шпур, ах, эдэчный вылетает. Эдэчный вылетает. Эдэчный вылетает. И остается просто L. Аж шпур и ниже на грице на 4 гамма. Шестой нау. Шестой нау. Это грибинский вариант. Мы можем вычислять его в системе, где импульс равенную нулю. Тогда здесь корень из двух m и два m не будет. Все, правильно. Никаких. Нождыри не надо. Вот. Такое, значит, выражение для ρ мы получили. Такое выражение для ρ. И, если мы имеем меру с поликзованными частицами, то мы должны решать вот такие маленькие. И сейчас скажем об электронах. Так. Как получить вот этот вектор? Еще надо проверить. Правильно. Вот это некий четырехмерный вектор спина. Четырехмерный вектор спина. Да? И, ну, он преобразуется. Закон его названия. Вообще-то, ну, это y четырехмерный вектор. И, скажем, скалярное произведение его на вектор t, это есть четырехмерный вектор r. То есть, это и вариант. А, значит, скалярное произведение в системе покоя – это ноль. Потому что у системы покоя, у этого вектора только простался только лето. А, если я не покоя, у векторов, у векторов, у векторов, у векторов, только нулевая, наконец-то. Знаете, все это должно быть ноль. И в любой системе. Ну вот, как это убедиться, то это будет ноль. Это будет… Давай проверим. Я… Потому что я… Ну, наверное, врал вам, естественно. Знаете? Давай, ты смеешься. Образим. Наврал я или не врал, да? Вот умножаем на… Значит, а ноль на εb. Ну-то понятно, что p на z выносится, в общем, множество, получается, в ε делить на f. А d то есть пена плюс единица плюс p в квадрате делить на m на ε плюс m, да? А минус потом, минус, потому что я уже… В трехмерной… В коленном произведении, да? Вот такое. f квадрате делить на cn плюс n, или на cn минус m. Наш cn минус m, да? Значит, это минус единица сокращается, и это сокращается. Все, правильно. Хорошо. Можно написать. Вот. Это для эллипрода. Мы нашли коррекционную вальшу цеплотность. А депозитронную? Ну, нашли. Конечно, мы ее буквально не находили. Ну, я не знаю, может проверить, что, значит, в системе покоя она правильное выражение дает. Ну, а дальше уже понятно, что она записана в таком вариантном виде, поэтому в любой системе она правильная выражение дает. Так. Не будем больше нагреться на наколице. В общем, это вам ее должны были давать эту матрицу плотности. Даже, может быть, на квантомеханике. А? Квантомеханику 3. Вы проходили? Да. Давай вам эту матрицу плотность. Ну, вот. Ну, вот. Без вот. Вот. Проклюшаем только. Без единиц. Квантомеханику. Ну. Жаль. Жаль. Ладно. Ну, вот. Значит. Понятно, что, в общем, скучно. Это же спиновая матрица, позиционная матрица плотность. Поэтому ясно, что она вообще зависит от поляризации. Только для неполеризованных пучков она просто есть плюс это. Мы должны просуммировать по Z. Что значит неполеризованные пучки? Мы берем Z и минус Z. Вот взяли сумму, да и все. И получим по плюс М просто. Теперь надо бы нам еще и для позитроза получить матрицу плотности. А для позитроза матрица плотности это что такое? Как определяется? Платрица плотности для позитроза. Так. Что же мы тогда сделаем? Для позитроза плотности определяется. Где мы тут? Ну ладно. Ну вот это вот. Подрем. Хотя мне что-то и нехорошо. Что делать? Что-то надо застирать. Для позитроза. Так. Напишем. Рол. Для позитроза. Для позитроза. Для позитроза. Вот P. Да? И введем. Это вектор. Куда направлен. Куда направлен. По которому направлен спин позитроза. В случае чистого состояния. Но мы должны помнить. Когда мы пишем. Скажем. В от P. В от P. Да? От P. З. Да? Мы пишем так. В от P. Ну понятно, что это напишем так. Тоже. Корень из Epsilon P плюс M. Да? А дальше. Как мы его пишем? Мы пишем здесь. Сигма P. P. Epsilon P. Это корень. Квадратность P. Электроза. Квадратность P. Это импульс позитрона. И видно Epsilon P плюс M. А, здесь Хи. А, здесь Хи. Хи от Z. А, здесь Хи от Z. Вот так пишется. Спиной. Четверхмедный. Спиной дегрозитрона. Но при этом. При этом. В отличии. Хи. В отличии от того. Что у нас есть для случая электрона, к сожалению, вот я спел, но для случая электрона Фи на Фи крест, это и есть одна вторая на единица плюс зета сигма, для центра из объекта, по какому направлению пульса, на скидку электрона. У нас для Фи на Фи крест выполняется следующее соотношение, это и есть одна вторая на единица минус зета позитрона на Фи. Вот, выполняется такое соотношение. Ну а для матриц плотности, вот про позитронную, если мы его определим как В от П за позитронную на В с пиртою от П за позитронную. Ну мы получим, вот что мы получим, П за шляпой, минус зета, вот здесь мы за шляпой, что такое пассажер, это чрезмертный, да, это всего только П 0, 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 ну, П 0, что такое вектор П 0, трехмерная часть это П, да, а в расстанности это эксилон П, корень квадратовый. У вас это определённый, корень квадратовый, да, надо понимать, что вот это, это есть, вот это, эксилон П на гамма 0 минус П вектор на гамма вектор, вот такое, какое со шляпой здесь. Так вот, здесь тоже такое же, какое со шляпой, это есть П, эксилон П на гамма 0 минус П на гамма 0 минус П на гамма 0, да, П плюс М на единица, плюс, гамма 5, плюс, гамма 0 минус П на гамма 0 минус П 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 0 мин Это правильно, это просто по поламу, говорите, да? Просто по поламу. Вот так вот, по-моему. Ну а теперь давайте проверим, проверим. Как проверим? Ну, во-первых, нормировка. Понятно, что нормировка у нас, конечно, вы крест, да, нормировка. ВС, если возьмем шкур, то получим, значит, скалярное произведение ВС-черстой на В, ВС-черстой на В, ВС-черстой на В, ну вот, это отрицательно определенная личина, да? Потому что, ну как, во-первых, это электрический вариант, да, ВС-черстой на В, да? Ну а здесь в системе покоя возьмем, тогда это будет только лишняя компонента. А ВС-черстой, оно, есть В-крест, ясно, что Хи нормирована, мы берем Хи-крест на Хи главной единицы, а, ну, когда умножаем многомонно внешние компоненты, меняется так, поэтому ВС-черстой на В это есть минус 2, минус 2. Ну, понятно, что для, это минус 2 мы не получим, то есть нормировка, все понятно. Теперь надо еще понять, правильно ли, с чем, вот этот знак, правильный и неправильный, как это проверить? Опять надо систему покоя, систему покоя посмотреть, и вот такое у меня чувство, что правильный знак, да? Такое у меня, насколько я помню, хотя я, честно говоря, могу и соврать, для того, чтобы я уж не соврал, я возьму и честно посмотрю, да? Так, так, правильно, тут, во всяком случае, у меня там выглядит такой, да, ну, вы можете сами проверьте, так, сами проверьте. Хорошо, ладно, вы разобрались с коррекционными состояниями, все, значит, мы можем теперь вычислять все матричные элементы, квадратные элементы для поляризованных частиц и не поляризованных частиц. Ну, кто бы еще хотелось нам понять, вот что. Понятно, что если у нас есть начальное состояние поляризованное, да, начальное состояние поляризованное, то, ну, у нас входит вот, у нас вот чертой, да, и повезем для начальных частиц, если мы знаем вектор Z, то все, нет вопросов начательных состояний. А вот с конечными состояниями, может, такой вопрос возникнет. Вот, если мы вычисляем, значит, квадрат матричного элемента с определенной поляризацией конечных частиц, да, с определенной поляризацией конечных частиц, конечных электродов, например, тогда, то есть, сделав ей, по модурую квадраты вычисляем, там, по начальному состоянию мы можем там соединять, что хотим делать. Ну, а в конечном состоянии, вот, значит, фиксируем, фиксируем, фиксируем анализацию электронов, то есть берем, раскладываем переход в состояние с определенным Z. Ну, Z' будем его обозначать, да? Ну, понятно, что тогда матричный элемент содержит квадрат этого матричного элемента, есть какая-то отличие от Z. Есть член, который сохраняется при Z, ну, понятно, что линейно под Z шрифт, вот этот квадрат матричный элемент, он линейный под Z шрифт, но потому что Z шрифт входит линейно в это выражение. То есть, квадрат матричного элемента, я так напишу, ну, ладно, равно A плюс B, Z шрифт в это выражение, вот, в общем линейный, там, такой линейный квадрат матричный элемент. А теперь спрашивайте, что же мы можем сказать о поляризации конечных частиц? Поляризации конечных частиц, я же, квадрат матричного элемента, для перехода в состояние с определенной поляризацией, вот это, с определенной поляризацией. Мы смотрим переход в состояние с определенной поляризацией, Z шрифт здесь по модуной равной единицы, вот переход смотрим, тогда вот такой линейный квадратный элемент. А спрашивайте, а на эксперименте какая поляризация будет? Ну, понятно, что поляризация, у нас же есть переходы в разные состояния, да? Поляризация может быть любая, в том числе и нулевая в конечном состоянии. Ну, и может интересовать вопрос, а какая же у нас поляризация реальная в конечном состоянии? И тогда легко понять, что поляризация, конечно, если мы обзовем ее ZF, это поляризация электрона в конечном состоянии. Впрочем, с какой же она будет? Легко сообразить, что это есть в ZF, это будет V делить на A. А почему это легко сообразить, что она такая? А? А? Великтор, что вы говорите? Великтор делить на A. Что еще хотите? Еще на что-то уложите? Правильно. Ни на чего? Ни на что не надо уложить. Вот такой. А почему так? Ну, легко сообразить. Что это? Что если у нас поляризация в конечном состоянии имеется F, да? А мы смотрим вероятность перехода в состояние с поляризацией Z' то ясно, что это должно быть пропорционально 1 плюс Z' на ZF. Да? Z' на ZF. Ну, ясно, что если... Ну, разделим все пополам, да? Чтобы... Если говорить о вероятности. Вероятность должна иметь такой вид. Потому что, если, скажем, ZF равно Z' то это должно быть 1. А если ZF равно минус Z' то это должно быть 0. Поэтому вот такой вид должна иметь эта поляризация. Поляризация сравнивается с такой выражением для вероятности перехода в состояние с поляризацией Z' то это штрих. Ну, приравнивая эти выражения получаем все ZF. Поэтому... А или знак. А? Б или знак. А, пардон. Вот так. Вот так решается вопрос о поляризации частиц в конечном состоянии. Поляризация частиц электронов в конечном состоянии. Ну, и точно так же для позитрона. Не можно говорить. То есть так же для позитрона. Вообще, для частиц спалится со спином 1,2. Правильно. Но у нас есть еще и фотоны, да? А как же их поляризационное состояние описывается? Как описывается поляризационное состояние фотонов? Ну, это вы вообще-то знаете еще и откуда. От того курса вы знаете, да? Электронамика проходили? Да. А электронамика? Ну, там мы говорили об электромагнитных волнах и о поляризации электромагнитных волн, да? И, наверное, говорили, что поляризацию электромагнитной волны описывают с помощью параметров стокса. Слышали такое слово? А? Не слышали? Ну, что это такое? Ну, что это такое? Так вот, поляризация электромагнитной волны описывается полностью параметров стокса. Значит, что я теперь сделаю? Вот это вот я выберу и буду говорить о поляризации электромагнитной волны. Или фантомагнитной волны. Или фантомагнитной волны. Что, наверное, она тоже. Фантомагнитной, наверное. И сразу говорит, что волна, да? Так. Так вот, как же она, эта универсация описывается? Она, значит, ну, у нас в матерсоэлементе ВВП, если мы имеем дело с фотономом, ну, скажем, если мы имеем дело с фотономом в начальном состоянии, да? В начальном состоянии. Что у нас ВВП содержит? Что содержит? Вертополяризации Е-ю, да? Вот как? Вертополяризация. Так, мне не соответствует, что Е-ю от К. Е-ю от К. Вертополяризация. Потом она, да? Но, вы знаете, что физических поляризаций, если будем говорить о физической поляризации, да? То есть только две поляризации. Две. И как их можно выбрать, эти две поляризации? Как для них, для этих двух фекторов поляризаций, вы выбираете Е? Можно выбрать так, что нулевая компонента равна нулю, да? А есть нулевая компонента равна нулю. А есть только компоненты у этого векторополяризации, которые... Только пространственные компоненты. И причем перпендикулярны вектору К, да? Если мы выделим ОСЗ в направлении вектора К, то тогда у нас, на самом деле, есть только ЕИПы. ЕИПы. ЕИП пробегает в значении 1-2, да? ЕИПы от К. Вот такие векторы поляризации. Ну, мы можем выбрать базис для этих векторов поляризации, да? Базис. Это нормированный. Любой вектор разлагает по этому базису. Что выбирают в качестве базиса? Часто. Что выбирают в качестве базиса? А? Выбирают. Поляризации бывают какими? Линейная. 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 Круговая. Круговая. Ну, эллиптическая, во всем случае, да? Если мы... Ну, понятно, что эти линейные... Мы можем выбрать базис в качестве базиса векторов. Вектор линейной поляризации. Что это такое? Вектор линейной поляризации. Это... А можно выбрать... Ну, и часто выбирают... Спиральный вектор. Линейная. Равно плюс-минус единице. Да? Е плюс-минус. Е плюс-минус. Плюс-минус. Да? Е плюс-минус. Я уже сказал, что вектор линейной поляризации направили по К. Тогда Е плюс-минус это вектор, Которые имеют только две компоненты Ху и У. И они выбирают так. Минус, плюс, И отлично. Ну, конечно, это вот... Знак и это И. Это вопрос соглашения, да? Это некая фаза просто. Ну, так выбирают. Делить на поле не с двух. А здесь стоит единица. Плюс-минус И. Да? Верхний знак отвечает проекции спина фотона единицам на направлении движения, да? А нижний знак, вот здесь, означает проекцию спина минус единиц на направлении движения, да? Вот такой... Такие вот... Верхний знак отличаются состоянием с определенной проекцией спины на направлении движения, в то время как состояние с линейной поляризацией, это не определенная, это суперпозиция, сами понимаете, суперпозиция спина проекции плюс единица и минус единица. Как убедиться? А вот их состояние. Это состояние с определенной поляризацией. Как убедиться, что это состояние с определенной поляризацией, да еще и... Как убедиться? Вот именно так, что у нас вверх, где отличается проекция плюс единица, а нижняя, на направлении движения нижняя минус единица. Как убедиться? Ну, это можно рассмотреть, убедиться, рассмотрев банточные элементы, таким вот чертой, на е, с определенной поляризацией электрона. И легко убедиться, что так. Именно так мы это делать не будем, а это оставлять в качестве упражнения для вас. Вот. Так. Ну, теперь. Вообще, входит, значит, в квадрат банточного элемента. Мы говорили, вот есть векторы поляризации для начального частицы, для начального электрона, подгона, подгон. Входит, входит еито, опять ито, это вот компоненты в плоскости xy, не продвигают значение 1,2, да? А е запряженная, ну, понятно, что входит еито на какой-то вектор, в матрицу элемент, а в квадрат матрицу элемента еито, квадрат по модулю еито на какой-то вектор, ежито на какой-то вектор. И вот это вот едино означает, вот это вот едино означает кровь ежито, да? Кровь ежито, да? Да? Матрица-долгость позиционная, матрица-клонность фотона, да? Как она пишется? Как она пишется? Как она пишется? Понятно, опять же, ежи пробегают две значения 1 и 2, да? То есть, это матрица 2 на 1. Понятно, опять же, что она может быть зависна, как а плюс б на 7. Сигма, она, поскольку сила матрица, это относуется полная довольствия по статусу матрицы 2 на 1. Но она пишется таким образом. Одна вторая, а здесь единичная матрица, плюс, плюс единичная матрица, плюс сигма на сигма. На что? Как же это получается? Как же углово означает? Ну, кси будем обозначать. Там у нас была зета, а это будет кси у нас, да? Здесь и та же и та. Вот так вот. Вот так. Опять, любую матрицу можно написать. Вот так, это вот троллька чисел. Надо вот что если сказать, что вот я так написал, да? И здесь написал знак вектора. Да? Ну, вообще-то говоря, не надо запустаться. Это для краткости только стоит знак вектора. Для краткости, Саше лучше бы писать сигма альфа на сумма по альфа, сигма альфа, цета альфа. Для цета альфа это набор трех чисел, да? Вот эти три числа называются параметры гистокса. Но надо сказать, что параметры гистокса это не для вектора, на самом деле, набор этих. То есть не вектор, это набор трех чисел. Но эти три числа, они не преобразуются как вектор при вращениях, да? При вращениях они не преобразуются как вектор. Да. А как же... Ну, правильно. Эту букву я использую. Эту букву я использую. Эту букву я использую. Вот я выводу ленту, которые у меня есть, они правда еще в таком целом ленте. Ну, вот, я вывожу их на сайт, на сайт, есть сайт-кафетры физкие лимитатные численности. Вот где-то, да. В прошлой карман вы можете туда. Вы можете им пользоваться. Я даже советую им пользоваться. Хоть они и не... Может быть... Ну, они... Они максимально близко находятся к тому, что я рассказываю. Если вы будете смотреть другие книжки... Конечно, это полезно смотреть другие книжки. Может, для других книжек, конечно, эта цель даже больше материала, сейчас я вам даю. Но для экономии времени полезно, значит, посмотреть их лекции. Вот. Так вот. Значит, в лекциях я использую. Если у вас начинали, я говорю, что вот так вот пишется, да? И понятно, значит, повторяю, что вот это, это набор трех чисел, а они называются параметры стоксами. И опять, если вот вводить эти параметры стоксов, то опять возникает вопрос, ну, они, эти параметры стоксы есть, а также объявляют мобилизацию частиц. Однозначно объявляют мобилизацию фатрона. И с ними можно то же самое говорить. Понятно, что технически то же самое, те же самые соотношения мы имеем, что для электрона, что для фатрона. Потому что у нас есть, ну, в этом смысле аналогия, два полиэтрона состояния. Так что диаметр, ну, если у нас есть два диафатронов. Поэтому нужно ставить вопрос, каковы же будут параметры стокса в конечном состоянии, у фотона в конечном состоянии, и ответ на него дается также, как у тебя электрона. Да, еще, так неужели вы не слышали параметры стоксов, а? Не может быть. Что ж вас так учит? А что ж вы знаете о полиэтритациях фотона? Чего вас учили? А? Вы из признаниями о полиэтритациях. Ладно. Включи это, включи. Лучше поздно, чем никогда. Ладно. Что еще я хочу сказать? Вот еще, что следует сказать вообще-то. Ну и, когда мы имеем дело с пучком частиц, то есть мы должны взять вот для одной частицы. Для одной частицы вот это произведение единое сопряженное жидкое имеет такой вид. И где цета? Цета по многим детям на правильном единице. Их фонд хомотивирует то есть условное состояние. Причем, вот можете проверить, что ежели цета 2, цета 2 равна единице, а цета х и цета у. Ну, цета можно считать. Цета. Это 3 числа. Их можно сказать. Цета 1, цета 2, цета 3. Ладно. Ежели цена 2 равна единице, а цета 1 и цета 3 равно нулю, то это состоять с определённой полиэтрации. Цета 2 правна плюс единице. Это означает, что у нас с определённой спиральностью. Цета 2 прав на плюс единица означает спиральность единицца. Цета 2 равна минус единица. Ну а когда z2 равно 0, а мы не имеем zx, равно 1 и zy, или z равно 1, это состояние линейной поляризации. Ладно, это уже сами можете получить, рассмотреть. В качестве упражнения я не буду на этом останавливаться. А вот на чем останавливаюсь. Вот если у нас есть теперь состояние в отсутствии поляризации, то тогда это означает, что мы проводим усреднение по почву. И тогда это есть усредняющее состояние, ну, можно сказать, z и минус, это шлом чай, единичную матрицу. Как ее единичную матрицу написать? Это из dj, да? dj, 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 но с... для непределивого состояния, для непределивого состояния, для непределивых пучков, потонов. Ро единичная матрица есть dj, 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 это просто компоненты в плоскости x, y, ежденька направлены по z. А как можно написать... в трехмерном виде не говоря, что вот это только иже, лишь только один и два значения пробегают. Это можно написать так, dj, 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 dj. Правильно? Вот так можно написать. Ну, значит, когда мы проводим суммирование или усреднение по поляризациям, то вот в качестве по веселой матрицки вот что исходит такое верошение. Но оно тоже неудобно, да? Неудобно. Почему оно неудобно? Потому что... Потому что... Ну, не к варианту даже. Не к варианту даже. И вот, значит, оказывается, что можно его заменить на минус 0. Вот так вот. Оказывается, можно заменить эту поляризованную матрицу для неполяризованных частиц. Для неполяризованных путков можно заменять на минус 0. Понятно. И это есть... Это есть... Это есть... И ЖИ это пространственная компания NU, а ЖИ это пространственная компания NU. Да. Как же это? Почему же это получается? Это можно сделать. Это можно сделать, потому что у нас есть калибровочная инвариантность. Калибровочная инвариантность. Если сохранение тока, у нас ВМУ поперечен. То есть, КМЮ на ВМУ равно 0. 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 И благодаря этому свойству мы можем... В этом уражении не изменится, если мы к вектору Е добавим какую-то часть пропорционально руками. Если мы возьмём эту часть таким образом. Возьмём вот так. Так же, чтобы не выводить... А вот так возьмём. Если возьмём. Определим РО и НУ. РО и НУ. РО и НУ таким образом. Что это есть? РО и ЖИ. РО и ЖИ. Плюс ХИ. ХИ НУ на К. КАНУ. Плюс КАНУ. КАНУ на ХИ НУ. КАНУ это с трёхмерный нектор. А ХИНУ это неливентор. И с трёхмерный нектор. Ну и выберем таким образом. Что ХИНОЛ равно минус единица негидных 4 Омега. Омега это есть КАНУ. По-моему, да? А ХИИТА это есть ХИИТА. 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 КАНУ. НЕДНИТА. Омега в квадрате. Да? Ну понятно. Размерность должна быть. Эдинственная энергия. Вот так. Если так выберем. То легко получить что. РО и ЖИТА будет равно как раз минус ЖИТА. Легко получить что. Вот мы делаем калибровочное преобразование. Но при этом приходят к ХИИТА. К разному минус ЖИТА. Можно по-другому к этому вопросу подойти. Чтобы сказать. Что вот у нас есть в Батикса Малименсе. В Батикса Малименсе. Вот Батикса Малимен выглядит таким образом. И в войну подчиняется. Вот. Свойство сохранения. Тока. Или. Свойство. Калибровочное. Рядкости. Как угодно. Так вот. Давайте. Теперь. Когда мы можем. Будем. Будем. Ну давайте рассмотрим. Значит. Состояние потом с определенной поляризацией. Какой-то. Поляризация обозначена. Да? Нас интересует. То есть. Если мы имеем дело с не поляризованными. Если мы рассматриваем это в случае не поляризованных частиц. То тогда мы. В квадрат Малименсе входит. Величина. Вот эта величина. По-моему ли в квадрате. И еще просумнированная полярианда. То есть на самом деле у нас будет. Сумма. Полярианда. Е. Лярианда. Ню. На Е. Лярианда. Ню. Запряженная. Вот это. Так вот эту величину можно заменить на. Ню. 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 То есть. Что это означает? Как это можно интерпретировать? Вот здесь. Ж. Ню. Есть. У Ж. Ню. Компонент. Есть. Компонент. Ню. Есть. Компонент. 3.3. Ось. Третья ось направлена по вектору Рука. Да. И они сокращаются. В сумме. Когда мы умножаем вот эту величину. То есть. После такой замены. Что у нас получается? Для. Е. Лянда. Ню. Ню. По модуле в квадрате. У нас получается. В. В. 0. По модуле в квадрате. Минус. В. 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 А вот это вклад временных фотонов, он с неправильным знаком, и вклад продольных фотонов. И благодаря вот этому свойству, вот это свойство, что оно означает? Оно означает, если мы опять же третью оси направим в планетру рука, в трехмертную метру рука, это означает, что V0 равно V3, и в этой сумке происходит сокращение, да? И остается только вклад в физический фотонов. Вот такое правило суммирования популяризации называется Фельдмановским правилом. Фельдман, его впервые ввел это правило. Да. Ладно, теперь вроде с полиационными состояниями мы разобрались. Все понятно? Замечательно. Еще нам надо бы здесь обсудить, здесь обсудить, так называемую кроссовую реальность. Важное понятие, кроссовую реальность. Важное понятие. Откуда это? Что означает кроссовую реальность? Вот это означает, что мы можем амплитуду процесса, что у нас есть разные каналы для процесса. Говорят, разные каналы для процесса. Вот мы говорим, помните, мы Фельдмановские правила Фельдманова формулировали для матерского элемента МФИ. И мы говорим, что вот это вот, скажем, вот такая линия, входящая электронная линия, да? Входящая электронная линия. Она либо изображает начальный электрон с импульсом П, да? Вот, понимаешь, да? Сюда, если идет импульс П, то тогда эта линия изображает начальный электрон с импульсом П и отвечает ей вот такой вот множитель. Электрон, что это начальная спиновая волновая функция, спиновая волновая функция начального электрона. Но это же линия, это такая линия может изображать и позитрон с импульсом П, позитрон с импульсом П направленным вот в эту сторону, да? Или в эту сторону, я же говорю, в эту сторону мы говорим, то импульс минус П. Минус П означает нулевая компонент со знаком минус и пространственная со знаком минус, да? Нулевая компонент это корень из Эпсилона, из П вето в квадрате плюс М квадрат, и всякий со знаком минус. И тогда этому состоянию отвечает, что этому состоянию отвечает? Отвечает В, да? От П, и кстати, это П. Вот что отвечает этому. Одна и та же линия может изображать два разных состояний. Либо начальная, либо конечная с такими, с такими минусами поляризациями. Это начальный электрон, либо конечный позитрон. Ну и точно так же, для фотона. Начальная линия. Для фотона у вас, для фотона, я беру ходить куда-то, и с импульсом К, ему отвечает Е, Е от К, ну Е лямка, я напишу, от К вектора, да? То есть, я не пусти до К. А может, а может, им пустить минус К сюда, да? Минус К, и опять, как он положит, и тогда это означает конечное состояние, и потом в конечном состоянии, и ему отвечает, что я сопряжённая лямка от К, да? Я сопряжённая лямка от К, да? Ну, то есть, у нас матрицный элемент может... Мы можем рассматривать как при положительных П, да? Так и при отрицательных П, да? При отрицательных... Мы можем менять знак вектора, 4-хмерного вектора П, да? И это измерение знака отвечает замену электрона в начальном состоянии, да? Прозитрон в конечном состоянии. А выражение-то у нас остаётся... Ну вот, на самом деле, что такое... Если мы сделаем замену просто в этом... В этом... Вот, В. Что мы получим? Если мы сделаем замену четвертым вектора У от В. Что мы получим? Мы получим вот здесь, смотрите... Так, смотрите, что мы получим. Вот. Куда это надо смотреть? Вот сюда смотреть. Вот твой П. Сделали замену П на минус П, да? И тогда, что мы получим? Здесь... Сейчас давайте я сотру, наверное, да? Сотру. Мы получим вот что. Значит, корень из... Кольм по градусу и минус, я напишу М, минус Эпсилон П, я повторял, что мы меняем все компоненты, нулевую и пространство, да? Эпсилон П это нулевую, вот, изменили, минус Эпсилон П. Здесь получим Фи, я не буду писать документы пока. Здесь минус Сигма П, делить на минус, на М, минус Эпсилон П, да? А здесь получим Фи, да? Вот так. Вот что мы получим при взгляде на арка, да? А давайте посмотрим, давайте вот так перебишем это, перебишем так. Смотрим квадратный из Эпсилон П, разделить, проколить из Эпсилон П, разделить, да? И втащим. И рассмотрим нижнюю компоненту. Нижнюю компоненту просто рассмотрим. Получим, может, потом, ну ладно, потом можно и верхнюю посмотреть. Ну да, давайте посмотрим обе. Минус Эпсилон П, делить на М, плюс Эпсилон П, да? На Фи, да? Это я верхнюю компоненту. А теперь на нижнюю посмотрю. Здесь у меня М минус Эпсилон П, корень, а здесь в числителе, в знаменателе, они сокращаются, и получается корень квадратный из минус П ветор в квадрате, да? Минус П ветор в квадрате. Что это такое? Это есть, да, это есть вот этот, В, А, В, З, да, но с другим, с другой поляризацией. Понятно, что вот это может и есть, но вы можете, посмотрим вот на нижнюю компоненту. На нижнюю компоненту смотрим, и что же мы видим для этой нижней компоненты? Мы получаем, что в нее можно записать, как Хи, да, который, просто, Хи, Хи равное минус С на В, делить на корень из минус П ветор в квадрате. Ну, то есть у нас, корень из М в квадрате минус Эпсилон П в квадрате, это здесь минус П в квадрате, но, конечно, это есть в небо здесь появляется. Вот, оказывается, замена, замена П на минус П в У дает нам В, да, но с таким вот Хи, с таким вот Хи, да. Ну, вы проверили нижнюю компоненту, верхнюю можно не проверять, потому что верхние компоненты и нижние, они связаны между собой уравнению неравных, да? Поэтому уравнение диракет для У, какое уравнение диракет для У? П сошляпает минус М на У, равно Н, да? А уравнение диракет для У, какое? П сошляпает плюс М на У, равно Н, вот это уравнение диракет для У. Ну, когда у меня диракет для У, то ясно, что переходим от этого уравнения к этому уравнению. И поэтому я повторяю про эти нижнюю компоненту, вот она, такая связь между нижнюю компонентами, верхнюю можно не проверять. Слезь между верхней и нижней, она диракет сравнение неравных. Вот что. То есть, в самом деле, если такой матерский элемент и матерский элемент для процесса с начальными ретонами, и замерим в этом матерском элементе импульс, четырехмерный импульс, да? Минус четырехмерный импульс, да? То что мы получим? Мы получим матерский элемент для позитрона, да? Если мы возьмем матерский элемент для электрона в начальном состоянии, и сделаем такую замену, мы получим один для позитрона в конечном состоянии с импульсом, трехмерным импульсом П и с вот таким ХИ а что это означает такое ХИ? что это означает? такое ХИ это означает, на самом деле, что ведь ХИ определяет нам полилизацию, да? полилизацию позитрона, да? полилизацию и мы получим ну, это надо несколько 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 работать мы получим что полилизация позитрона она будет связана с полилизацией начального выражаться через цвета так что продольные компоненты будут менять знак, а поперечные не меняют знак или наоборот а? не знаю ну, конечно, это сообразить трудно я сам не могу сейчас сообразить ну, ну, давайте проверим что делать ну, что делать? правильно то есть, что как полилизация с позитроном получается? мы должны взять шпур, да? от ХИ крест на Сигма на ХИ мы говорим помните, вот у нас есть отношение ХИ на ХИ крест вот он, да? Зета П как уражается? умножаем ХИ на ХИ крест умножаем на Сигма, да? и берем след и получаем минус Зета П так вот, давайте мы должны взять, значит вот что Зета Зета Позитрона будет равно минус а здесь шпур а здесь будет стоять ХИ на ХИ крест крест на Сигма, да? ну, или это все равно, что ХИ крест на Сигма Сигма ну, я не знаю, как может быть как это проще сделать? так, давайте так сделаем шпур шпур напишем, да? ХИ на ХИ крест на Сигма, да? теперь ХИ на ХИ крест подставляем ХИ на ХИ крест подставляем ну, ясно, что здесь И там И на эээ так что мы получаем Эээ Емельцы делить на П вето квадратный минусы уничтожаются так и получаем ФИ а получаем Сигма П на ФИ так потом надо ХИ крестовую взять ХИ крест на Сигма П и на Сигма некто О! Такой вот шпур надо вычтенить такой шпур надо вычтенить и получим ЦТО П а НЕКО ФИ на ФИ крест мы должны подставить одна вторая единица плюс ЦТО Сигма вот так вот так вот так да ну надо взять этот шпур да взять этот шпур ну как понятно что вот это шлем не даст плана потому что здесь будет Сигма П на Сигма П в квадрате здесь же единичная матрица Сигма П на Сигма П это П в квадрате просто нет никакой матрицы а значит шпур от этого члена сводится к шпуру вот Сигма Матрица это НО значит этот член можно выбросить а с этим членом можно так так просто создать вот возьмем компоненту которая есть которая направлена в БОМЕКТОВП да БОМЕКТОВП тогда этот компонент возьмем здесь тогда эта Сигма Матрица 1 коммутируется этой Сигма Матрицы и после вычисления шума мы получим то же самую компоненту ну Б квадрат сократится конечно двойка сократится с обратным штатом то есть правильно я говорю что такая замена ведет замена п на минус п идет к замене электрона в начальном состоянии на позитрон в конечном состоянии с импульсом п и с вектором поляризации у которого продольная компонента имеет равна минус цета продольная направленная по п равна минус троллейные компоненты вот а пенникулярные компоненты остаются те же самые вот правильный ответ вот так значит мы можем говорить о разных каналах процессов когда у нас электрон это один канал процессов когда в начальном состоянии один канал процессов когда в позитрон в конечном это другой канал процесса мы видим что амплитуды процессов в разных каналах получаются вот такой заменой замены четырехмерного импульса на минус и четырехмерного импульса ну и электролог поляризации замены электролог поляризации как я уже сказал электропродольные компоненты электрополяризации при этом меняются а поперечные остаются тем же самым это на самом деле вот это не тривиальное утверждение о том как ведут себя при такой замене при кроссинге говорят переход из канала в канал как ведут себя вот эти компоненты поляризации поляризации продольные поперечные это нитриальная вещь да нитриальная вещь даже уважаемые авторы кто здесь ну а вы уж пожалуйста примите к сведению вот такое поведение ладно что же делать это вот на этом мы поляризацию обзор поляризационных состояний заканчиваем и приступаем прямо к вычислению уже сечения процесса да не знаю кто это делал ну конечно мы сделаем перерыв а дальше вот я не знаю мне продолжить с и и и и и и и Продолжение следует...